Экстрасенсы существуют или нет? 30 миллиардов долларов. Столько, по информации бывшего главного кардиолога Москвы Юрия Базиашвили, россияне ежегодно тратят на экстрасенсов, гадалок, магов, медиумов и прочих колдунов. Это примерно один годовой бюджет Москвы или 29 бюджетов Тульской области. Если люди готовы тратить столько денег, может это и правда помогает? Давайте разбираться. С древних времен люди верили в то, что есть что-то за гранью их понимания. Науки не существовало, но нужно было как-то объяснять все, что происходило вокруг. Пошел дождь — это не просто так, это какой-то особый бог дождя послал его людям. Стали искать закономерности, которые приводят дождю. Кто-то заметил, например, что дождь пошел тогда, когда он зарезал оленя в лесу. Значит, богу дождя нужно приносить жертв. А кто-то перед дождем исполнял ритуальный танец, значит, нужно его повторять и будет дождь. Но после не значит вследствие. Все люди пьют воду. Все люди умирают. Значит, вода смертельно опасна. Типичный пример такой ошибки, на которую и попались люди древности. Они стали выполнять действия, которые, по их мнению, приводили к желаемому результату. Кто-то считал, что разбирается в этом лучше других и становился шаманом. Современные экстрасенсы мало чем отличаются от шаманов. Эти люди исполняют определенные обряды, якобы с помощью них добиваются каких-то целей. Кто-то якобы может найти пропавшего человека, кто-то снять порчу, другие общаются с духами умерших. И без того крепкую веру людей в паранормальное подкрепляет телевизор. Битва экстрасенсов на ТНТ одна из самых рейтинговых передач на ТВ. Телевизору помогает и сарафанное радио. Готовы поспорить, вы не раз и не два слышали фразу «врачи тут не помогут, надо к бабке идти». Есть какая-то бабка, которая поколдует и вылечит все, что только можно. Давайте я вам сейчас погадаю прямо через экран. Судьба у вас нелегкая. Вижу потери и предательство. Но есть близкий человек, который всегда рядом и не дает утонуть. Как говорится, ставьте лайк, если угадала. Как я это сделала? Воспользовалась одной из техник несовидящих, чтобы заставить вас себе доверять. По похожему принципу работают и гороскопы. Вам говорят общие факты, присущие большому количеству людей, но вам кажется, что это только про вас. Уверена, большинство людей считают свою судьбу нелегкой. Любой из нас кого-то терял, многих предавали. И почти у всех, к счастью, есть близкий человек, готовый всегда прийти на помощь. Но ведь сидя в темной комнате перед старушкой, раскладывающей карты, вы об этом не вспомните, верно? Самые успешные из ясновидящих используют уникальные трюки, которые не так просто разгадать. Например, по словам члена комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме РАН Юрия Горного, Ванга пользовалась информаторами, чтобы узнавать тайны клиентов. Другие известные маги были просто ловкими фокусниками. В свое время их разоблачал иллюзионист Гарри Гудини, а затем американский скептик и ученый Джеймс Рэнди учредил именную премию. Любому человеку, который в научно поставленном тесте сможет показать паранормальные способности, светит миллион долларов. За 40 лет через конкурс прошли больше тысячи человек, а приз так никто и не забрал. В России есть своя премия имени того самого Гарри Гудини. За три года ее существования также никто не сумел забрать призовой фонд в миллион рублей. На него претендовали и восемь участников разных сезонов битвы экстрасенсов. До контролируемого опыта дошли трое из них, но способностей никто так и не продемонстрировал. За последние полвека специалисты провели сотни разных экспериментов, некоторые из них даже якобы доказывали наличие паранормальных способностей у испытуемых. Но ни один такой результат не был принят научным сообществом из-за серьезных ошибок в ходе теста. Во время некоторых опытов экспериментаторы общались с испытуемыми, бессознательно давая им необходимую информацию. В других случаях экспериментаторы были сторонниками парапсихологии. Из-за этого они интерпретировали результаты тестов в пользу того, во что верили. Ни один заявитель не смог показать своих способностей в правильно поставленном тесте. На данный момент неизвестно ни об одном доказанном случае наличия паранормальных способностей. Самые упорные сторонники паранормального скажут, просто настоящим экстрасенсам не надо ничего никому доказывать, вот они и не участвуют в этих конкурсах. Это немного извращенное использование аргумента к незнанию. Нам как бы говорят, вы не можете утверждать, что экстрасенсов нет, просто потому что ни один человек не смог доказать, что он экстрасенс. С таким же успехом я могу сказать, я могу летать. И то, что вы не видели, как я летаю, не опровергает мою способность. Вряд ли такой аргумент вас устроит, правда ведь? Люди не летают и не умеют читать мысли и предсказывать будущее. Так что, существуют ли экстрасенсы? На самом деле нет.